привет народ с вами варчик и как я уже и говорил биба и боба добрались до танчиков за линию фронта из-за ранговые бои и умудрились понерфить танк за ранговые бои которые еще в принципе не имеет никакой ни фишки ничего сделали какой-то дпм отвратительный и стабилизацию сделали ужасный да конечно у танка сведения хорошая но стабилизация на медленной стэшки зачем ее портить тем более альфы у танка нету 320 альфа до пробить основным снарядом 268 это отлично и голдой в принципе 320 пойдет но у танка и так фишки никакой нет неужели он настолько имбовый вышел со сведением 1 и 9 альфой 320 пробить 268 что надо сделать стабилизацию хуже чем утяжа а ведь стабилизация влияет очень сильно на стрельбу и даже и хоть и сведение 1 и 9 это классно но снаряд при плохой стабилизации летит очень криво круто конечно что скорость полета снаряда полторашка и снаряд будет действительно быстро лететь это кайф но дпм у этого танка уже был небольшой а будет еще меньше 2107 это четко какая-то вообще унылая циферка ну возможно это танк будет просто хороший или просто нормальный но в ранговые бои и так то не хочется играть но серьезно в то время как в линию фронта в принципе желающих поиграть больше так там еще и награду при том что она выглядела и так хорошо взяли апнули очень многое и дпм сделали 2 200 и сведение сделали 2 и 4 вместо 2 и 6 и стабилизацию сделали лучше чем у стэшки в принципе все меньше и меньше есть желание играть в ранговые бои я буду очень тщательно следить за вот этим вот всем потому что честно говоря не хочется тратить лишнее время на конченные картошки на режимах тем более в которых еще и награда какая-то не особо то взрачная если бы рановые бои были интересны то и такая награда бы сойдет но в ранговые бои играть то не особо и так не охота а вот в линию фронта больше желания появилась поиграть хоть и режим просто не интересный но он хотя бы никак особо не напрягайте просто надо отбыть в нем время жаль конечно что в линии фронта фарма никакого серебра особо нет и действительно нормальный фарм это когда ты в рандоме фармишь на прям танки под своими резервами включенными плюс еще клановые резервы включены и тогда ты фармишь такое же количество серебра как и в линии фронта только бой в миллион раз быстрее вот это действительно фарм серебра но в линии фронта хотя бы награда на награду будет похоже и она будет действительно интересной и танк выглядит прикольно и параметры у него выглядят офигенно конечно пока на танки не сыграешь четко сказать про него сложно но уже понятно что картошка сама себе руинит ранговые бои да они в принципе мертвы уже давно и популярность ранговых боев падает уже дальше некуда и с такими успехами скоро в ранговые бои будут играть только биба и боба честно говоря ранговые бои можно довести до ума только вот соревновательности в ранговых боях нету и в этом вся фишка почему люди не хотят играть во первых чтобы получить награду в ранговых боях тебе нужно по-любому доползти до конца через все эти лиги и ранги если ты потратил кучу времени но до конца не дополз ты награду не получишь это наверное самое большое разочарование почему люди не хотят в это играть потому что они могут потратить кучу времени и так за это ничего не получить потратить много времени кучу нервов еще и серебра а награда будет 0 потому что просто до конца не успел дойти следующее роли танков распределены очень кончено потому что люди которые это делают не играли никогда в жизни на танках в той игре в которую они пытаются балансить там некоторые танки абсолютно не подходят под те роли которые они по нарисовали и ватные какие-то кастрюли должны танковать у них почему-то танки снайпера должны только наносить урон на расстояние на каких-то картах которые метр на метр как на них урона на расстояние наносить неизвестно роли проработаны ужасно отвратительно и принципе не доработаны плюс еще очень много опыта дается за фраги а за сами роли дается опыта мало поэтому танковать натяжение особо-то эффективно легче просто ехать всех убивать поскольку пока ты танкуешь ты ведь ничего не получаешь хоть ты стараешься тратишь на это время но чел который просто фраги добивает получит все также в ранговых боях люди должны сразу в лиги какие-то попадать для того чтобы было распределение по лигам и люди играли с равными себе по скилу чтобы слабенький тренировались между собой а сильные получали шикарные красивые захватывающие бои и наслаждались игрой ведь только с сильными игроками сильные игроки получают удовольствие ну и больше всего убивает соревновательность в ранговых боях экономика которая просто сжирает твое серебро миллиардами и все в принципе время идет ранговые бои как барахтались в болоте так и барахтаются люди которые ими занимаются просто ни черта не делают вроде какие-то мысли правильные бывают по типу как финальная таблица которая показывает кто на каком месте она сделана адекватно и для того чтобы попадать на высокие места не надо играть миллиарды боев а нужно просто отыгрывать хорошо 100 200 бою и этого будет достаточно это хорошо но больше ничего хорошего в ранговых боях нету поэтому еще и нерфить танк за ранговые бои возьмите просто цементом уже залейте ранговые бои да и ну их нахер с вами был арчик играть красиво пока